Сестра была на фронте, а сейчас сильно заболела, и вот прислали письмо, чтобы мы достали корень женьшеня, а его же нет у нас в Сахарине. А я же из Приморского края, говорю. Мой отец специально занимается вот этим женьшенем. Я ему напишу письмо, и он прислёт. И ты знаешь, как-то быстро всё-таки остров, пока на пароходе придёт, письмо. А где вы на Сахарине были? Я его обходил вдоль импорта. Из Северной и Южной? Да. Он же длиной около 1000 км. Так что в Александровске был, в Южно-Сахаринске, на мысли Крильон, Чехов. Вот. В новых местах приходилось служить. Вот. Ну а я знал, что корешок стоит 25 рублей. Вот. И буквально где-то дней через 10 он уже приносит, это самое, бандерой, это самое, пять корешков. Не, четыре корешка. Четыре корешка. А корешок точно человечек. И головка, и ручки, и ножки, понимаешь? Как человечек. Вот такой корешок у этого, у женщины. Я, значит, говорю, вынимая сто рублей, я посмотрел, что четыре. И даю, он. Та не нужно, это я так, понимаете? Он нам бесплатно достался. Я говорю, не-не-не, как это так? Такую ценность. И эти, бери-бери, что тебе, солдат, денег не нужны. Только водку не покупали. И дал ему сто рублей. И сразу же в тот день бандерой и отправили вам. И мама выздоровела. И вот это родило тебя потом. Понял? Понял. Благодаря этому женщине. Потом мы посылки присылали с красной икрой. Ну, ты еще маленькой, бери-бери, не знаешь. У меня даже есть фотография, где я тебя на руках держу. Вот чуть позже я тебе альбом сам... У нас есть такая. Есть, да? Конечно. У меня много фотографий. Я тут-то собираюсь их перебрать. Я тут все пара с тобой фотографирую. Он пленку там брал. Он с себя на работе там, на них жилет. Ну да. Их фотографировал. Так, а я вот не понял, а как... Маму что, призвали в армию? Или она сама, ну как, женщину что, их призывали? Призвали. Мы их призвали, как по комсомольскому призыву, понимаешь? Их не в военкомат вызывали, а в райком комсомола. Ну суть-то одна. Да. И вызвали сразу тётю Шуру, твою маму. А тётю Дусю не вызвали, потому что при ней жила бабушка Наташа и дядя Вася. И поэтому, раз семью нельзя разбивать, они тётю тоже вызывали, но сразу сказали, уезжай домой, занимайся своим делом. Ну это где это было? Вызывали, где, призывали, где это? Это город Славгород. Это Барнаул, ну в смысле, на Алтае. На Алтае, да, на Алтае, да, да, город Славгород. А как вы на Алтае, вот, в общем, эвакуация, немцы, или вас там везли, и как это было всё? Как это было? Ну ехали куда это, глаза глядят. А, это не организовано там что-то? Да, нет, там получилось так, ещё до войны он назывался новоэкономический, Госсовет объявил, кто хочет эвакуироваться, зайдите в Госсовет и возьмите эвакуационный лист. Это справка, что ты эвакуированный. И по справке переписываются все цели семьи, кто будет эвакуироваться. И обнадёжили, говорили, вот когда действительно будет эвакуация, мы всех оповестим, подадут вагоны, Вы сядете, у кого есть такая справка, и поедете в тыл, вот. Ну они обманули вас, вагонов мало было, а там же трест, сколько начальство, Потом шахта центральная, шахта третья, тогда было. Сейчас я вам почищу ещё. Ага. Вот. Так они в 4 часа утра подогнали вагон и сели, и смылись. И начальство всё. А мы считали, что мы тоже уедем. И там это самое. Ты знаешь, где Орс? Конечно. Там люди... Даже там... В 4 часа они уехали, а народ это самое... Там же скот гнали из запада на восток. Воровали корову. Ночью пойдут, там в стадо, и на ночь остановятся. У нас сосед воровал корову. А потом по лица и встал. Поним? И на этот Орс ходили. Уже там хозяина не было. Картошку копали, капусту. Каждый старался приобрести тачку там, понимаешь ты. И так далее. А мы же считали, что мы уедем, да? А, Орс вот этот где? Тетя Шура жила от них вот в рядом Орс. Да, да, да. А то там через дорогу. Через дорогу, да, да. Тетя Шура. Ставок там Орсовский был. Да, да. Орс. Орс. Ну, поселок назывался Орс. Да, да, да. Вот. А мы же собирались, чтобы мы будем эвакуироваться. Никуда не везти, понимаешь. Даже кое-что продали. Так у нас комод был новый, в Красноармейской мастерской сделали. Продали. И собирались ехать. Утром встаем. Говорят, в 4 часа утра все начальство, милиция, госовет уехали. И власти не стало. Люди начали это. А тогда всего три магазина было продуктовых. Один на стандарте. Второй там, где фабрика кухня. А где это? Где украинская школа. Ага. Ну, не рядом, но там тоже. Ну, где хлебозавод она была. Опекальня была на старой колонии. Ага. Ага. Люди кинулись в магазин. Кто сахар, кто соль. Кто мыло. Что попадет, все тащит. Ну, нет власти. Милиция уехала. Горсовет, депутат. Так не покупали, а так брали, да? Ну, граберут. Никого уже нету. А мы сидим. Не грабим ничего. Пилка тоже сейчас. Ой. Да ладно, я потом. А еще охладится. Вот. Ну, что делать? Да, сидим. А чего ж вы не грабили? Ну, мы же собирались уехать. А что так вы грабили? У нас уже все было. Чемоданы запакованы. Узлы. Значит, нас же шесть человек, так? Двенадцать узлов сделали. Ну, там два чемодана и десять узлов, так? Такие, чтобы можно было две руки взять и нести. Чтобы не очень большие были узлы. И думали, если будет команда, мы эти узлы хватаем, бежим, садимся и уезжаем. У нас уже было свернуто все. Вот. Ну, сидим, день, второй, уже слышим, фронт приближается, уже слышно, как пушки там стреляют, уже громад орудий и так далее. Ну, экономически заходит наша танковая бригада, отступающая. Вот. Вот. А детский садик был не там, где в последнее время мама работала, а вот здесь возле украинской школы. Там тоже отдельно стоящий домик, огороженный этим слабым забором. Вот. И когда танковая бригада зашла, они под штаб подыскивали квартиру, это, помещение. Смотрит. Смотрит. В отдельно стоящий домик, так, забором окружает. Ну, как раз это для штаба подходящее место. Заходит. А эта заведующая, она, жена какого-то начальника из Треста, уехала. А твою маму оставил, дала ключи ей, так, это. Но она уехала пассажирским поездом, ее муж заранее отправил. Там начальство своих жен позаранее, они и не ждали вот этого поезда, который эвакуировался. Вот. И сказал, зайдут наши войска, ты постарайся передать им. А в детском садике там было, это самое, и крупы, и макароны в теле, они сами готовили варенье, там повидло. Отдашь это нашим войскам, а у них попроси справку, что все продукты переданы нашим войскам. А ты, твоя мать же, да сиди, ты там как сторож, понимаешь, уже в садик же никто не ходит, ничего. Ждет, заходят эти военные, что такое, тут что? Детский садик, а вы кто такое, я воспитательница, а что вы тут делаете? Ну она начала им рассказывать, вот заведующий муж отправил, а она передала мне ключи и сказала, когда наши войска зайдут, так передать и взять справку. Ну а там лейтенанты, старшие, чудачка, завтра тут немцы будут, а нас сторожить, повидло, понимаешь. А там майор какой-то оказался, начальник штамма бригады, заходит, что тут за шум такой, что вы над девушкой издеваетесь, жеребцы такие, понимаешь. Девушка в чем дело, ну она не может, вот так и так, заведующая уехала, мне сказала передать продукты, вот, а вы же смеетесь из нее, вот, а ну по местам, вот, посыпает, сержант такой-то, подойди сюда, кто-то дошел. Вот, вот состав справку, что мы приняли все продукты детского сада, так, и принеси мне на подпись. Ну тот, значит, быстренько справку написал, принес ему на подпись, что-то расписался, поставил печать, говорит тебе, отнеси девушке отдай, вот. Ну она получила ж такую справку, то, что у тебя она, что не будет отвечать, а то же придут наши войска назад и посадят ее, куда ты делал продукты. А теперь у нее же оправдание есть. Вот. И она уже собрала все ходить. Выходит с детского садика, навстречу идет лейтенант. И говорит, Галя, это ты, она глянула, Галя. Оказывается, они вместе в школе учились. Ну он, это, после школы пошел в училище военное, а она в детском садике начала работать, так. И вот это, ну, я не знаю, это такая счастливая случайность, понимаешь ты, что Бог просто помог, что вот этот лейтенант, который вместе с ней учился в одном классе, так, и вот такая встреча, такой тяжелый момент. Он говорит, а что же вы сидите, вы знаете, что дня через два тут был немцы. Она, а что нам делать, и тоже ему все рассказала. А тут этот майор выходит и говорит, Гриценко, а ну быстренько зайди ко мне, говорит лейтенант Гриценко. А он говорит, а Галя, не ходи, я еще с тобой хочу поговорить. Ну, вместе учились в одном классе, и такая встреча, что он попросил, чтобы она задержалась. Ну, и вот там что-то ему, минут двадцать его не было, и то она уже нам рассказывала. Выходит, подходит Галя и говорит, Галя, меня посылают в Ворошиловград, это вот новоэкономическое, Ворошиловград считался еще глубоким тылом. Посылают за запчастями для танков, это танковый жбраган, так? Если хотите, я вас на машине до Ворошиловграда довезу, а там вы уже будете на перекладной добираться, куда глаза ваших ладят. Ну, она говорит, ну, конечно, я согласна, все. Ну, тогда так, договорились. Завтра ровно в восемь часов, чтобы ты была здесь, так? Вот. А это же уже было двадцать первое октября, уже погода дождливая, дождь идет, моросеичь и так далее. Она приходит домой и решила нас порадовать. Вот мама, помните Греценков? Она говорит, да как, я жена, это же подруга моя, это его мать Греценков. Ну, хорошо помню. Так я его встретил, вот так, говорит. Он пообещал, что поможет нам выехать до Ворошиловграда. А мать говорит, да куда же ехать, ты смотри, какой дождь идет. А в новоэкономическом там же ни одного асфальтира, даже метра не было, понимаешь, до войны. Грязь только, там как немного дождь прошел, уже не проедешь, понимаешь? Куда, куда, какая машина может пройти? Ну, он сказал, чтобы я восемь часов была. И почти всю ночь дождь шел. То идет, то перестанет, то идет. Мать говорит, да нет. Кто в такую погоду, по такой грязи сможет поехать? Давайте узлы развязывать уже, что будет, то будет. Ну, а мы говорим, да нет. Раз договорились, нужно это самое. И она пошла в пол восьмого, там полчаса идти недалеко до детского сада. Проходит это пол девятого, девять, не слышно ни ее, ни машины, ничего. Где-то в пол девятого начал муросить дождик. Слышим это самое, полуторка. Ту-ту-ту-ту, у него полуторка отличался сигнал от ЗИС опять, ЗИС-5. Мы всех в окно. Ага, вот стоит полуторка, и твоя мама выскочила и бежит под дождем. Это самое дому. Все, собирайтесь узлы пылимать. Так куда же ехать, какой дождь? Ничего, они на колеса в цепи поодевали, и машина по грязи даже ездит. Понимаешь? Мы похватали у каждого два узла туда, посадили мать. По залазине с вами ту-ту и поехали. А дождь идет-идет, мочит нас. В одном узле было ватное одеяло. Мы вынули то ватное одеяло, оно же толстое, и все вот так сидим в кузове и накрылись этим ватным одеялом. И нам не видно, куда она едет, машина. Мы первое время не знали, как мы ехали. Потом видим, уже дождь перестал. Ну, мы, значит, из-под одеяла вылезли. Вот. Едем, 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 едем. Вот. Смотрим, овраг, и по ту сторону оврага деревня. А мы по эту сторону оврага едем. И тут же птицеферма. Ну, там уже никого нету, на птицеферме бродят куры, гуси, утки, индейки. Этот ветеран говорит, ну, нам бы хоть одного человека, который бы сказал, что же это за деревня, чтобы нам сориентироваться. Правильно мы едем или нет? Ходя вас в одном водном сарае выходит, дедусь. Дедушка, как называется это село? Ну, тот назвал. А немцы далеко отсюда? Как, говорят, они вчера вечером по ту сторону оврага в село сошли, а ввиду того, что шел дождь и уже темнеть начало, они, наверное, решили поспать в селе, а уже, а сейчас, наверное, скоро будут переправляться через овраг. Ох, значит, что немцы, ну, овраг, понимаешь, это осталось, ну, каких-то метров пятьдесят, аж ты немцы. Мы вот быстрее по машинам и поехали дальше. Поехали, ехали, ехали, вдруг останавливает наш дозор, понимаешь ты? Потому что там много дизертиров было, там, вот таких вот, чтобы они вот эти, задерживали этих людей. Ну, может быть, дизертиры какие-то там, или дизертиры, другие подозрительные. И вот это на дорогах выставляли дозоры, восстанавливать нашу машину. Кто, куда? Ну, лейтенант выходит, ставшему этого дозора, показывает командировку, показывает документы, что он должен получить запчасти, едет в Ворошиловград. А жил тебе в машине? О, да тут у тебя целая корова, говорит. Давайте еще проверять документы. Ну, уже и у меня же паспорт был, у меня 16 лет только, 3 мая. И у меня же 3 мая день рождения был. Вот, начал проверять, только у дяди Васи не было документов, было свидетельство о рождении. Вот, он стал проверять, на меня так посмотрел, а я такой был коренастый, не очень высокий, но коренастый, такой плотный. Он, тоже в тыл едешь. Паспорт посмотрел, а, 25-го года рождение, так, мы еще не задерживаем, этих еще не призывают в Альнию. Вот, и нас отпустили. Там еще дозор попался, понимаешь ты? И мы так доехали до вокзала Донецка. Уже дождь перестал, вышло солнце, над Донецком уже летают наши самолеты, немецкие, воздушный бой идет там, та-да-да-да-да-да, строят. Какой-то самолет загорелся и полетел вниз, то ли это наш, то ли немецкий, черт его знает. Уже бои за Донецк идут, понимаешь ты? А тогда Сталин он назывался. Вот, ну я пойду к коменданту, так, отмечусь у него, вот, к военному коменданту. Ну он пошел туда, а мы же ноги уже замерили, повылазили и ходим, разминаем все это самое. Вдруг идут эти самые, милиция, разойдись, разойдись, народ уж полно, там это на перроне, полный вокзал, все такие, эвакуируют. Местные, вот, их разгоняют, разойдись, что такое? Смотрим, ведут толпу, собаки, оказывается, это эвакуируется, тюрьма, это, Сталинская, из города Сталина. И нужно, чтобы они не разбежались, так они вот вверх стреляют, разойдись, освободи дорогу туда. Ну люди кое-как уступили, а там уже подогнали в состав, такие, что ванные вагоны, той колючей проволокой заделаны. Вот, их быстренько, это самое, загнали в эти вагоны, позакрывали. Вот, и тут, о, и поехал он. Выходит этот лейтенант, вот, и следом за ним выходит красный фураж, когда дежурный по вокзалу. Так, и подошел в следующий состав, ну такой, видно, какой-то завод эвакуировался, потому что там строители, бетономешалки, грейдеры, вот такое вот оборудование на платформах стоит. И этот объявляет, последний эшелон выходит со станции Сталина, после этого станция закрывается, понял? Он нам говорит, знаете что, вы же видели, что на дороге через каждые пять километров восстанавливают. Давайте садитесь и езжайте уже, это самое, по это, в мою территорию. Ну, мы кинулись туда, это самое, мать подсадили, сами позалазили на платформу, на узлы сели, и тут, о, и поехал. Ехали, 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 вдруг паровоз остановился, поезд наш остановился, и начал задним ходом назад ехать. Что такое? А там какой-то железнодорожник говорит, впереди немцы перерезали эту ветку. А Донбас же там же очень густая, все еще есть дорога. Вот сейчас мы задним ходом выйдем и поедем по другой сетке, по другой ветке поедем. И вот ехали задним ходом, потом на другую ветку и поехали дальше. И вот так ехали мы, доехали до Дебальцево. А Дебальцево, это самое, эти, рабочие поезда ходят, люди на работу ходят, понимаешь, там еще нету. И подошел этот самый рабочий поезд, идет в Красный Сулин, а это уже Россия. Ростовская область. Что? Ростовская область. Да, Ростовская область. Мы, это, позалазили, тоже же в этот рабочий, народу как набилось, что вот так вот стрим и дышать уже нечем, понимаешь, столько народу. Ну он на Дебальцево доехал, это все люди из Дебальцево, дальше он не идет. Люди вышли, одни мы остались, ну что же мы будем. А этот, там, железнодорожник идет, а что вы сидите, он же сейчас в депо пойдет. Выходите. Мы его захватали, вышли. Вот. Тут подошел какой-то товарищ, мы смотрим, этот, там, железнодорожник ходит и молотком стукает там по колесам, готовит к отправке, знаешь, вот это там. Куда он идет? Он пойдет на город шахты. Скоро. Да сейчас, говорит, вон семафор, тогда светофора еще не было. Семафор откроется, он поедет. Мы быстренько это самое, узлы покинали на это самое и поехали на шахты. Приехали в шахты, все, там бомбят шахты. Такие налеты, бомбит это все, горит это самое, взрывы. Мы с этого с вокзала отбежали в сторонку, побомбили, побомбили и улетели. Тише стало. Опять начали уже эшелоны идти, мы смотрим, один готовит к отправке. Куда пойдет? На Ростов. О, это нам тоже туда хорошо. Сели, приезжаем в Ростов, а там бомбежка. Все линии, все эти рейсы заняты составами, забиты прямо. И там один состав с этими цистернами, что там или бензин, или нефть, или что. И одна бомба, как попала в этот самый цистерн, ой, там такое пожарище. Начали этот состав вытягивать, тянуть его, чтобы от него другие вагоны не загорелись. Ну, просидели мы там некоторое время, опять отправляемся. Куда? В город Сальск. Ага, это уже там казаки жнанские. Ну, мы тоже так позапрыгивали и в город Сальск. Приезжаем, а там как будто и войны нет. Понимаешь? Это солнышко. Ну, из целой шутки в рот, как говорится, и зимнинки не брали, так? Базар, на базаре вот такие буханки хлеба продают. Это, знаешь, там такие хлеба. Вот. Битая птица, яички продают, там это творог. И все. Мы там это хорошо за целые сутки покушали. Вот. Куда же дальше ехать? Тут прошел один санитарный состав. Куда? На Сталинград. Но он даже не остановился в Сальской. Санитарные там жраненые, поэтому ехали. Един зеленый свет. Они могли сутки ехать без остановки. Один состав прошел, не остановился в Сальской. Второй тоже санитарный. А третий остановился. И народ, значит, стал подбегать, смотреть, что за раненые. А кто-то, может, хотел поехать. Кто-то, это ж лишняя охрана, не подпускает. Отойдите от вагонов и подходите к вагонам и так далее. Разгоняются, вот даже к вагонам не подходили. А я думаю, дай пройдусь это вдоль состава. И так прошелся, смотрю последний вагон и самая последняя дверь. Преоткрыто. И никого нету. Я на ступеньки сюда залажу, в штамбур. Творнул, это дверь, которая в салон уже на замке. И стекла краской замазаны. А эта дверь открыта. Я двигал, что это, матери. Вот салон не вагон, и там это самое. Тамбур открытый, свободный. А салон закрытый на ключ. Вот туда можно забраться. Похватали узлы и туда. Ну там же тамбур какой? Швейт на это самое. 12 узлов. И их 4 человека. Так мы с дядей Васей уже не вместились туда. А семафор открыли, вот-вот поедет. Так мы это вот, знаешь, площадочка в конце вагона, чтобы когда другой вагон, можно было переходить с другого вагона в другой. Понимаешь? Мы тогда с дядей Васей прыгнули на эту площадочку. Через буфера. На эту площадочку. Переходка. Да, на эту переходку. И только-то немножко постояли, он тут и поехал. И целую ночь ехал на Сталинград без остановки. Представляешь? А мы на ветру ночью, вот уже аж, это самое, конец октября уже прохладно. Вот. И стоя вот так уже дремаешь, потом нога как подломится, проснулся. смотришь, иди, твою мать, если бы упал, тогда мы уже и костей не собрали бы. Понимаешь? И аж на утро приехали в Сталинград. Вот так он мчался, что утром мы уже были в Сталинграде. Приехали в Сталинград, ну что ж, нужно же покушать, уже ж, ночь прошла. Мы хватаем, а нас посылали, ну что там, где женщин возьмешь. Мы хватали там кастрюлю, мать вынула из, из одного узла. И мы вот с кастрюлей смотрим базарчик, на базарчик, что-то купить. Ну там тоже так продавали, но бедно, уже не так, как в Сайске. Вот. Мы только на базар пошли, вдруг там это солдаты, наверное, целая рота. У нас осветили этот базарчик и говорят, проверка документов. Ну я думаю, сколько у меня проверяли, что это дозор, и ничего страшного, и тут ничего не будет. Ну, Вася, дядя Вася, они посмотрели, и посадили сейчас, иди, проходи, не мешай. Я показываю паспорт, он посмотрел, отдал мне паспорт, а сам говорит, встаньте в сторонку. А там стоит солдат, и возле него уже человек пять, задержанных. И меня задержали, понимаешь ты? Ну, а дядя Вася, без меня не может уйти, он же должен знать, что со мной будет дальше. Вот. А тут солдат такой, чуха, стоит, повернулся туда, смотрит. а люди, которых проверили, отходят. Я, как он отвернулся, я сразу прыг, и вместе с этими людьми, которых уже проверили, и ушел, и бегом, чекать. Прибегаем, и рассказываем, что так и так, что меня чуть не, не забарабанит, а что вы можете без меня уехать. Мать, ой, бог ты мой, больше никуда я вас не пущу, а то все, где мы потом вас искать будем, и так далее. Вот. И мы, там же же, это самое, в Сталинграде даже не было тогда моста, через, железнодорожного моста, через Волгу. Поэтому нам пришлось ехать, вот сюда, Балашов, Пенза, вдоль Волги. Понимаешь ли? Вот. И мы едем, и все время бомбят нас. Мать говорит, так вот даже мы уже удерем от немцов, смотрите, мы же едем вдоль фронта, так? Да, да. А нашу географию не знает. Так когда же мы отведем настолько, чтобы нас немцы не бомбили? Ну, мы ей объясняем, а она никак не поймет, в чем дело. И аж в Сызрани мы переехали в Волгу. Вот в Сызрани попали в Куйбышев. А в это время правительство Москвы должно было эвакуироваться в Куйбышев. А там этих эвакуированных скопилась куча. А как правительство? Понимаешь, когда там черти кто среди этих эвакуированных. Там могут быть и диверсанты, понимаешь, и шпионы, и кого только не может быть. Поэтому дали команду разгрузить. в Куйбышево эвакуированных. Подали вагоны, в которых солдат на фронт везут. Там и нары есть, и печки топятся уже. Тоже мы мерзли там. Мы только-только... В Теблушке. В Теблушке, да. И мы доехали до Челябинска. В Челябинске они говорят, все, выходите, сейчас эти вагоны пойдут на военную площадку, там будут посадить солдат и на фронт отправлять будут. Все, все, дальше мы вас везти не будем. Выходите. И выгнали нас. И вот я не пойму, как это получилось. Это, по-моему, через твою маму. Она такая разбитная была. Что мы попали в пассажирский какой-то... Ну, состав из пассажирских вагонов. Что там, эти, вот, семьи больших начальников. Там это полковников, генералов. И мы в чем-то очутились. Я даже сейчас и не помню, как мы очутились там. Что мы заняли, ну, самые первые купе. Они так посрединьки, чтобы мимо там не болтались, и народ. Потому что это не купейный вагон, а такой плоскатный. Вот. А мы сидим, уже жрязные, не умывались, не пели. Уже вожки у нас появились, понимаешь ты? А те же сидят на фуфыриные, там, жена генерала, понимаешь ты? И говорят, а что за шантрапу нам тут навязали?